Здравствуйте! Вы смотрите программу Вопрос дня. Меня зовут Наталья Данина, а гость в студии сегодня Лариса Ахмедова, ведущая эпидемиолог Минздрава Хакасии. Лариса Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Лариса Ивановна, говорите, сегодня вновь будем о вакцинации, но много вопросов, несмотря на то, что на многие отвечаем в наших программах, тем не менее, вот их поток не утихает, да? И вот такой интересный вопрос задавали недавно совсем телезрители наши. Можно ли ревакцинацию провести не какой-то вакциной, а конкретно спутником ВИИ? То есть вот сейчас все про спутник ЛАЙТ спрашивают, да, и сетуют на то, что не всем он достается. А здесь человек интересуется про спутник ВИИ. Давайте вот на этот вопрос ответим. Ну, здесь я могу уже, в общем-то, взять цитату из методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, согласованных они Роспотребнадзором Российской Федерации, порядок вакцинации против COVID. И там конкретно прописано, там даны характеристики всех четырех основных наших вакцин российских, которые зарегистрированы в официальном порядке и разрешены к применению на территории Российской Федерации. И там прописано, что они все взаимозаменяемы. То есть если человек, допустим, хочет вакцинироваться какой-то спутник ВИИ, ЭПИВАК, КОВИВАК, спутник ЛАЙТ, допустим, пожалуйста, он имеет право это выбрать, но только, конечно, в том случае, если у него нет противопоказаний. Противопоказания определяет лечащий врач привычного кабинета, врач-терапевт привычного кабинета. Соответственно, он, значит, потому что почти что там рекомендации одни, почти что действие одно, но есть небольшие тонкости в противопоказаниях. Поэтому врач-терапевт это знает, и изучив, значит, состояние здоровья своего пациента, который пришел вакцинироваться, соответственно, он уже порекомендует ту вакцину, которая надо. Но наиболее распространенный у нас спутник ВИИ, она себя шикарно зарекомендовала, и в качестве первичной вакцинации, когда делается, первый раз человек совершенно вакцинируется. И в качестве ревакцинации повторно через 6 месяцев можно использовать, и через последующие 6 месяцев для ревакцинации можно использовать. То есть я всегда говорю, они взаимозаменяемы. Ну, значит, из всех этих 4 вакцин спутник ЛАЙТ, не спутник ВИИ, спутник ЛАЙТ, это однодозовая, и вот она, в общем-то, рекомендована конкретно для тех лиц, у кого уже есть какой-то определенный иммунитет. Возможно, остаточный иммунитет после того, как человек переболел, после того, как он впервые, уже полгода назад вакцинировался спутником ВИИ. Почему раньше доктора не разрешали ставить прививку менее чем через месяц, грипп и коронавирус, а сейчас, в принципе, даже рекомендуют поставить одновременно? Дело в чем, что когда у нас пошла, помните, вакцинация против ковида, мы вообще не знали, как она будет, но примерно предположения были, потому что она была создана по образу и подобию наших всех предшествующих известных вакцин, соответственно. И поэтому, когда запустили вакцинацию, естественно, надо было посмотреть, как она сама, единолично действует на организм человека, чтобы не путать, если, не дай бог, какие-то бы последствия были, осложнения, да, чтобы не гадать. А это на ковид или на грипп, да, пошла реакция, чтобы конкретно можно было отследить вот эти вот дела. То есть посмотрели, что более года наблюдений показали, что, значит... Реакция организма на прививку против коронавируса? Замечательная, да. Поэтому, значит, вот эти изучения дали возможность медицинским работникам, ученым, значит, дать теперь рекомендации по возможному проведению, единовременному проведению вакцинации против гриппа и против ковид в один день. То есть единовременно, но в разном участке тела. Ну, поскольку делают у нас в плечо, значит, в левое и в правое плечо, да, в две руки делаем, короче говоря, вакцинация против ковид и против гриппа в другую руку. Причем, в общем-то, уже начали проводить это, никаких последствий нет. И что я хочу сказать, что это практика проведения, единовременного проведения вакцин. Она, в общем-то, у нас признана давным десятилетиями уже проводится. То есть разрешено приказом Минздрава Российской Федерации о национальном календаре профпрививок проводится до трех разных введения, осуществляется введение трех разных вакцин наименований, но в разном участке тела. И опять же, хочу сказать, что в странах Евросоюза до пяти, там у них национальный календарь прививок позволяет проводить единовременно до пяти прививок. У нас до трех, у нас более щадящий национальный календарь. Вот какая интересная информация. Кстати, знаете, хочу перейти к национальному нашему календарю. Немного позже этот вопрос планировала для себя задать. Но, Коль уж мы об этом заговорили. Вот российские ученые, согласно последним исследованиям, слегка обеспокоены медики ученые. Естественно, тем, что у нас снизился объем вакцинирования против кори. Ну вот с этой ситуацией ковидной в стране. И прогнозируют, что могут быть вспышки, могут быть заболевания. Скажите, пожалуйста, как эпидемиолог с таким хорошим стажем, на самом ли деле отсутствие прививки от кори, вот такой серьезный факт, который вызывает беспокойство? Наталья, вы совершенно правы, в общем-то, обеспокоенность, она имеет под собой основу, да. Хотя, в общем-то, у нас первоначально, когда, вот помните, 20-й год началась у нас пандемия ковида, и все силы максимально были брошены на борьбу с ковидом, и вот тогда было непонятно, а как делать, что делать с другими прививками? Тогда еще вакцины не было, начало 20-го года, вакцины против ковида не было, но вроде проводить, не проводить, но тогда уже пошли сразу распорядительные документы Минздрава России и Роспотребнадзора России о том, что плановая вакцинация детей не должна прекращаться. И, соответственно, худо-бедно все равно проводили вакцинацию. Но, понятное дело, что в условиях пандемии, значит, все равно какие-то, где-то проседала вот эта вот плановая вакцинация, и сейчас мы, конечно, имеем дело такое, то локдауна, да, то ограничительные мероприятия, то не попадешь в эти, в поликлиники, соответственно, где-то охват вакцинациями у нас провалился немного. Чем это нам может грозить? Грозить это может быть очень серьезными последствиями. А есть практика вообще в мире, когда вакцинация, например, уменьшается объем, и что происходит? Конечно. Вот даже давайте вспомним годы еще допандемические, доковидные годы. Это были где-то 15-е, 16-е, 17-е годы. Страны Евросоюза в то время полыхали, именно были вспышки кори. Причем, знаете, это то, что у нас корь, это такое серьезное инфекционное заболевание, которое, в общем-то, уже позабыто. У нас оно в стране регистрируется единичные случаи. Причем каждый случай, это завозные все, где-то за границу съездили, допустим, или дети мигрантов, допустим, приехали, у них очаг кори, ну, допустим, это выявляют, и сразу все силы здравоохранения и Роспотребнадзора бросаются на эти, бывает брошены на этот очаг, да, чтобы очаг этот локализовать и ликвидировать, очаг коревой инфекции. Не дать ему распространиться, не дать превратиться в вспышки, в групповые заболевания. Значит, и в этом плане у нас в Российской Федерации были, в общем-то, очень неплохие показатели. Не менее 95% нужно. А вообще максимально, чтобы стремился охват к 100%. 100% детей, если будет привито, если они будут все защищены против кори, тогда, естественно, у нас не будет сухих дров, из чего полыхать пожару вот этому, да. То есть непривитые дети, это, ну, будем сравнивать, как сухие полежки, да, вот так вот накапливаются они, и когда накапливается достаточно большое количество, достаточно поднести спичку, то есть завоз туда, занос инфекции, больной ребенок, источник инфекции попадает туда, и, соответственно, полыхает это дело. Вот такая ситуация у нас сложилась во многих странах Евросоюза. Вот эти годы, когда я называла 15-й, 16-й, 17-й года, вот именно почему? Потому что, к сожалению, великими антипрививочники, те же самые антипрививочники, они сделали свое черное дело, скажем так, значит, и, в общем-то, охват детей, детского населения с прививками против кори упал вообще там, что-то 60% было, даже ниже 60%. Значит, 60% не спасли, да? Все. Говорят же, коллективный иммунитет после 60-ти формируется. Значит, у детского населения 95%. Дети должны, наши, защищены против детских инфекций, не менее 95% ставится вот такой норматив. А тут 60%, представляете, 60, 65% даже. И были вспышки. Были вспышки. А кори вообще опасное заболевание. Очень. Вот понимаете, мы же защищены от него, да? Мы, в принципе, вот наше поколение уже не знаем, что это такое. Да. Мы, слава богу, забыли, что такое кори, да? Что за инфекция? Мы, слава богу, не видим вот этих вот детей коревых, да? Мы не видим, как они умирают, как они тяжело болеют и, к сожалению, умирают. И вот когда пошли летальные исходы среди детей Евросоюза, в общем-то, там начали они бить тревогу. И, соответственно, ну, меры какие предпринимать? Это массовая вакцинация. Просто массовая, тотальная вакцинация. Ну, и тут, конечно, пандемия ковида грянула. В итоге там ситуация такая в Евросоюзе сейчас вообще, я представляю, как аховая. То есть это, возможно, какое-то затишье перед бурей. Еще, может, нам корь потом. Вот говорят же сейчас, биологические риски идут вот эти вот. Мы перед угрозой очередных каких-то биологических рисков. Запросто может быть вакцина управляемой инфекцией, про которую сейчас вроде как подзабыли, да? Не стали вакцинироваться. А ведь они затаились, они сидят потихоньку. Какие опасные вы имеете в виду? Вы про полимелит говорили, да, в преддверии записи. Полимелит тот же самый, да. Корь, полимелит, вакцина управляемая, дифтерия. Если кто постарше, он помнит 90-е годы прошлого столетия. У нас в Российской Федерации то же самое, короче, была ситуация, когда охват прививками против кори у нас в Российской Федерации снизился, ну, вот порядка до 65-ти процентов, по-моему. И вот тогда страна пошла полыхать. Население Российской Федерации полыхало. Полыхало население республики Хакасия. То есть дифтерия это было, в общем-то, очень такой вполне... Инфекционная больница у нас была забита дифтерийными пациентами с токсигенными формами дифтерии. Люди умирали от дифтерии. Вот только нам сегодня коронавирус, то плюсом не хватало еще и вот таких инфекций. Поэтому они все притаившиеся. Почему нельзя сейчас, чтобы проседала плановая вакцинация против других инфекционных заболеваний. Иначе они сразу не бьют. Вот эти вот инфекции, значит, они выжидают. Они в осаде сидят. Нужно время для того, чтобы накопилось неиммунное население. То есть непривитое, без защиты вот этой вот, незащищенное. И, соответственно, значит, это может быть несколько лет. Два, три года, четыре года. Люди с прививками, они защищены. Не будет тяжелого течения заболеваний. Или не будут болеть вообще. Мы же с вами говорим, что... Основная масса вакцинированных, они болеть не будут. Но те лица, у кого слабый иммунитет, у кого все-таки иммунная система... Хронические заболевания. Да, иммунная система не выработала, у кого иммунные... Значит, клетки снизились, соответственно, они могут заболеть. Но все равно клетки памяти, они дают свою защиту. То есть человек будет болеть, допустим, в легкой, в средней форме, без осложнений, без летальных исходов. А это дорогого стоит. Как сейчас по статистике нашего Минздрава регионального болеют те, кто привит от коронавируса. Сообщают медики, что в реанимации с прививками, ну, крайне мало, это прямо совсем редкие случаи, а практически нет. Да, последние данные могу сказать. В общем-то, учет этот ведется. Где-то 1% из тех, кто госпитализируется с ковидом в стационары, 1% привит. Процент привит. Но давайте здесь сразу, значит, подумаем о том, что, значит, часть из них привита. Что значит привита? Получила В1 только. Иммунитет еще не сформировался. Часть из них получила В2, и с тех пор еще не прошло 21 день, чтобы сформировался полный иммунитет. То есть еще часть из них не получили полной защиты. Часть из них, ну, как мы знаем уже, по крайней мере, ну, у нас в республике Хакасия таковых признаний нет еще пока. Но будем надеяться, что нет, значит, это. Ну, вот смотрите, центральное телевидение мы смотрим, центральные каналы показывают, что люди, попав в реанимацию, признаются о том, что у них сертификат купленный. А протоколы лечения, он разный для тех, у кого есть прививка и у кого нет прививки? Нет. Например, доктор, ну, может какие-то более тяжелые, да, более серьезные лекарственные препараты назначить человеку, если он не привит, ну, понимая, что у него развиваться вирус может быстрее? Нет, все зависит только от клинической картины, от тяжести, да. Протоколы прописаны, там, значит, у нас постоянно документ по лечению меняется, в зависимости от того, какие вот изучают, да, какие препараты более действенны, соответственно, меняются протоколы лечения, временные методические рекомендации по ковиду, там, сейчас уже 13-я версия действует, все зависит от тяжести, от клиники. Лариса Ивановна, большое вам спасибо за то, что вы к нам всегда отзывчиво, так на наши просьбы отзываетесь, да, всегда к нам приходите, рассказываете столь просто и понятно о том, как протекает заболевание, как его, самое главное, избежать. Ну, здоровья вам крепкого, всего доброго. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня», увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова